Уже около двух тысяч лет компас помогает людям найти дорогу. Впервые он появился в Китае, а потом Восток и Запад встретились, и европейские моряки стали им пользоваться. Вскоре они поняли, что потеряются без него. При изготовлении морского компаса используется устройство, которое намагничивает специальный металлический сплав. Техник опускает фиксирующее кольцо в зажимное устройство и помещает сверху магнит. На магнит кладется алюминиевая прокладка. Она будет поддерживать диск компаса, который идет следом. В центр помещается опорная иголка, благодаря которой диск компаса будет вращаться. Затем все части соединяются. Полость обрабатывают химическим очистителем, потому что любая грязь будет мешать работе прибора. Также необходимо очищать мелкий столбик, в котором есть крошечный сапфир. Драгоценный столбик закрепляется на диске. Столбик будет удерживать его. Диск позволит иголке свободно вращаться под действием магнитных сил. Диск со шкалой помещается в устройство, которое имитирует земную тягу. На его обратную сторону наносится утяжеляющая краска для противодействия тяги. Это сбалансирует диск, что будет препятствовать неправильным показаниям из-за различий в магнитных силах. Эти курсовые черты – маленькие направляющие метки. Они помещаются в отверстия в зажимном приборе. Техник соединяет метки с дырками в алюминиевом основании карданного подвеса. В кольцо подвеса вставляются два болта, и это позволяет ему вращаться. К этому крепится диск компаса. Металлический компас окрашивается в черный цвет. В него вставляется резиновая мембрана. Бронзовое кольцо закрепит ее. Эта гибкая резиновая прокладка позволит жидкости компаса сжиматься и расширяться. Диск и подвес закрываются в емкости. Мастер крутит маленькую петельку, чтобы выровнять их. Сверху все закрывается акриловым куполом. На купол надевается резиновое кольцо, чтобы запечатать его. Потом идет металлическое кольцо. С помощью отвертки части крепятся друг к другу. Затем в емкость наливают жидкость, которая заполняет ее до самого верха. Благодаря этому цифры выглядят больше. Потом намагничивают два металлических стержня и вставляют их в основание. Они компенсируют магнитные поля на судне. Компасу монтируют металлическую основу. И вставляют амортизаторы, чтобы оградить его от вибраций двигателя. Компас приделывают к базе. И стучат по куполу, чтобы проверить амортизаторы. Сверху надевается декоративная алюминиевая основа. В конструкцию монтируется свет, чтобы навигатор мог видеть показания ночью. Железные сферы – еще одна возможность препятствовать магнитным влияниям. Наше путешествие по заводу закончено, а компас готов отправиться в плавание.